Работа в силовых структурах сопряжена с большим риском для жизни. Служащие выполняют опасные задачи, участвуют в задержании преступника в боевых действиях, патрулировании территорий. Некоторые сотрудники посвятили ведомству большую часть трудового стажа. Они являются источником уникального опыта и носителями ценных знаний. Для чествования таких людей в России создан профессиональный праздник – День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России, которое отмечается ежегодно с 2011 года – 17 апреля. Учреждение ветеранского праздника – это признание заслуг, уважение и глубокая благодарность всем, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству. Это совсем молодой, но очень нужный праздник. Чествовать ветеранов МВД, которые всю свою жизнь стояли на защите граждан Великой России, такую традицию предложил ввести министр МВД Нургалеев в 2010 году. А 17 апреля было выбрано в связи с тем, что именно в этот день, за 20 лет до установления праздника, был образован и начал действовать Совет ветеранов МВД. По традиции, в этот день в актовом зале районного отдела полиции собрались ветераны. Они через годы пронесли чувство гордости за свою благородную профессию, заложив традиции честного служения народу. Ветераны сумели воспитать не одно поколение высоко квалифицированных стражей законности и правопорядка. Их стойкость и беззаветная преданность делу еще не раз послужат обществу. Позвольте себя лично, отличного состава, который сейчас трудится в районе, вас поздравить с этим праздником. Пожелать вам здоровья, счастья, семейного благополучия. Многих я не знаю, к сожалению, но с теми, с кем мне пришлось соприкасаться, я скажу, что люди с большой буквы. Некоторые до сих пор остаются с нами, выражать своей энергией. И тем самым хочу сказать, что ваша поддержка, где это совет, он для нас очень важен. Наши двери здесь для всех открыты. И если кому нужна какая-то помощь, обращайтесь, мы чем сможем, поможем. Еще раз вас с праздником. За многолетний труд в органах внутренних дел, активную жизненную позицию и в связи с Днем ветеранов почетными грамотами начальника отдела МВД России по Фурмановскому району были отмечены подполковники милиции в отставке Юрий Золотов и Александр Уткин и майор юстиции в отставке Юрий Худокормов. Для собравшихся был подготовлен небольшой концерт с участием самодеятельных артистов. День ветеранов МВД ни в коем случае не может считаться формальным праздником, так как посвящен живым реальным людям, чьими заслугами могут гордиться потомки. Тем бывшим милиционерам, которым довелось исполнять свой служебный долг в непростых политических и экономических условиях жизни. Не секрет, что только у той страны, которая помнит и гордится своими ветеранами, особенно если речь идет о самых достойных членах общества, есть будущее. Молодому поколению, хранителе общественной безопасности, многому можно научиться у своих главных предшественников, перенимая их бесценный опыт. Конечно, все вспоминается. Я начал работу еще в 1982 году, работал в должности милиционера. Потом университет, после университета решил вновь связать свою, так скажем, судьбу с работой в органах внутренних дел. Работал на разных должностях, работал в ГАИ, затем старшим инспектором по кадрам. И последняя должность, которую занимал, это заместитель начальника отдела внутренних дел по кадрам. Конечно, вспоминаются разные периоды службы. Были интересные моменты, были, так скажем, и трудные, особенно в 90-е годы вспоминаются, когда, значит, страна наша рухнула, появились другие вопросы. Я думаю, у нас неплохие преемники, свою работу они выполняют неплохо, занимает наш отдел полиции и не последнее место в числе передовых на протяжении нескольких лет. Это отрадно слышать и видеть.